Дерек Петерсон Морган Стэнли, один из крупнейших инвестиционных банков мира, и после этого Петерсон, еще молодой человек, иммунета 40, вышел на пенсию и занялся бизнесом, связанным с марихуаной. В США, если не ошибаюсь, с 96-го года в штате Калифорния разрешено употребление марихуаны в медицинских целях. Если врач прописал, что называется. Ну, да. Ну, просто полезно для здоровья, вообще неплохо. Вот. И сейчас это разрешено в 15 штатах, и Петерсон основал свою компанию, которая занимается вот какой-нибудь интересной штукой. Он подает трейлеры, они стоят от 30 до 80 тысяч долларов, в которых можно экстенсивно выращивать, ну, вот, собственно, каннабис, ну, из которого, так сказать, сушить, скатывать и курить для собственного употребления. Очень интересная такая штука, потому что не надо заморачиваться ни с поливом, ни с чем, он все делает сам, и можно управлять даже с айфона, то есть поставить там какую-то программку, и оно себе, значит, знаю, растет. И, в принципе, он не один такой. Есть компания в Калифорнии, называется General Cannabis, которая, значит, оказывает полный спектр услуг для тех, кто выращивает травку. Она занимается обслуживанием легальных вопросов, ну, то есть, помогает, собственно, с рецептами и так далее, обслуживает платежи, ну, и все прочее. Соответственно, и глава этой компании, Джим Пакулис, глава General Cannabis, оценивает емкость рынка марихуаны в США в 60 миллиардов долларов. Ну, и, собственно, марихуана, она помогает не только инвестбанкирам, а бросит опостылевшую работу. Как рассказал Дерек Петерсон агентству Bloomberg, один из его клиентов, один из первых покупателей его вагончика для выращивания марихуаны, это бывший порно-режиссер, который бросил опостылевшую свою работу и занялся тоже выращиванием марихуаны. Спасибо, Игорь Иванов. Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru